есть разные мотивы даяния так сказать потому что если взять какую-то классическую религиозную поместную церковь которая имеет свое здание люди туда тоже приносит деньги но приносит это для того в основном чтобы как-то заработать благоволение бога да вот и получить взамен что-то у меня тоже так было я в то время собирался ехать революционный центр но у меня были проблемы с документами у меня не было паспорта не было военного билета мой военный билет находился на работе где я работал раньше я его не мог забрать потому что мне нужно было выплатить там долги то есть я работал еще и должен был да понимаете мой паспорт находился в залоге у человека где я тоже должен был работать но взамен на то что меня не посадят то есть как бы бесплатно я должен был отрабатывать чтобы меня не посадили я исчез с радаров меня не было ни там ни там и тут меня приглашают как бы в центр приезжай я говорю да приеду ну типа ты должен быть в пятницу если не будешь то все место будет занято другим человеком вот и так как я в то время 7 месяцев ждал очереди тогда было трудно с этим то я сказал естественно я приеду и было очень строго по поводу документов нельзя было приехать без документов потому что ну как бы так было и все туда куда я ехал там надо было быть документами и я думал чем не делался я поехал к этому человеку вот который обещал меня посадить если они будут там работать я конечно там не работал просто скрывался жил по-своему я ехал к нему и проезжая на трамвае мимо церкви православный смотрел на нее и я обращался к богу и пытался получить что-то взамен я говорил богу бог я буду работать вот если хочешь даже храм буду строить какой-то ты главное мне вот помоги чтобы мне отдали мой паспорт вернули я ехал смотрел на эту церковь я даже буду участвовать в строительстве бесплатно как бы я не хочу там бесплатно работать на этого человека но я вот тебе храм буду помогать строить если ты сделаешь для меня это и пытался взамен получить что-то да то есть с богом торговаться да таким образом и приехал к этому человеку захожу там его телохранитель был у меня горит ты где пропадал я ему в общем что-то наврал вот а потом думаю а чё я как бы это ну вру скажу как все есть короче вот и говорю ну так и так я говорю мне есть проблемы с жизнью с наркотиками мне нужно ехать и решать эти проблемы поэтому если я сейчас не поеду просто я потеряю место потеряю все и он послушал смотрел ушел приходит говорит но мы тебе один раз пошли уже на встречу я думаю ну все попал сейчас это скажет но все ты не использовал свой шанс короче вот это вот все вот он говорит но мы пошли тебе один раз на встречу я говорю ну да пошли но не посадили себя мне не посадили мы пойдем и второй раз держи паспорт езжай куда тебе надо вот я такой думал овощи я такой в шоке думаю вообще ничего никакого не наказание ничего думаю во бог как творит в этот момент я уже ну подумал дожил грешной жизнью как бы думаю точно надо ехать строить храм какой-то по-любому но обещал же типа и бог он добрый он отвечает на наши молитвы не потому что он просит у нас что-то взамен и на самом деле с этим человеком потом сотрудничали даже здесь самаре очень очень долго вот прям центр эту сотрудничал он давал работу и все это не буду называть его имени как бы очень такой достаточно влиятельный человек был в этом городе и я просто так получилось что взял без спроса его машину как бы там и поездил на ней чуть-чуть меня поймали ну вот за это как бы он меня простил и потом простил за то что отдал мне документы я уехал и поэтому люди они вот часто бывает торгуются вот так с богом как бы и приносит свои деньги вот куда-то в храм там до чтобы получить от бога что-то взамен изначально это неправильный принцип потому что мотивы неправильные вот то есть сама мотивация неправильно и мы потихоньку двигаемся вот церковь двигается к правильному откровению к откровению которого ожидает творение к тому что если сравнить это с ветхим заветом то там был храм который нуждался да в том чтобы его поддерживать но это этого хотели окружающие было время когда люди забывали об этом они просто как бы ну левиты вынуждены были работать да как мы слышали а потом наступало время когда люди осознавали свою потребную потребность в боге осознавали в том чтобы бог пребывал с ними они вспоминали завет с богом и они ну обеспечивали так сказать да действие и работу храма того времени который является тенью и прообразом будущего то есть это не является как бы не является небесным это является тенью да но тем не менее в ветхом завете это работало и люди пребывая в этом они получали и слово от бога и бог был с ними избранный народ еврейский да они содержали этот храм потому что они хотели чтобы бог был с ними и это была мотивация как бы мотивация была не в том чтобы ну просто получить что-то от бога взамен на это они хотели просто пребывать богом чтобы бог выполнил свою часть договора они при этом должны были выполнить свою часть договора если бы вот в тот момент вот у израильского народа можно было бы забрать вот этот храм да из их жизни то есть вот они приходили в иерусалим каждый год на поклонение на праздник и вот взяли бы и забрали забрали бы вот это место из их жизни как вы думаете это бы стало заметным для них они вообще заметили эту пропажу я думаю сразу да это вообще был смысл жизни еврейского народа как бы они вообще ну собственно этим жили это избранный народ божий если удалить это и из их культуры и из их жизни то это бы сразу заметили понимаете и как бы вот и у и у меня вот вопрос сейчас пока максим говорил и у меня такой вопрос возник а вот мы здесь собираемся да вот приехали здесь побыли какое-то время уехали и вот раз и нас здесь не стало то есть мы перестали здесь собираться как вы думаете кто-нибудь из окружающих заметит пропажем охранник будет думать о блин работы меньше стало да ну вы понимаете да о чем речь о том что мы как церковь вселенская церковь не просто мы как бы а мы двигаемся вот к этому откровению что когда церковь будет достигать полного возраста меры христовой да то это будет заметно для окружающих если это пропадает из жизни человека то человек который находится рядом он обязательно это заметит он обязательно это увидит потому что иисус был заметен для окружающих и то что он делал да это то время когда например он был распят и исчез из жизни учеников у них паника была да что же теперь будет а как же дальше будет но слава богу что было продолжение она достигла нас сегодня даже и смысл в чем в том что церковь двигается вот к этой полноте когда понимаете когда вот ее незаменимость она будет явной то есть когда не будет рядом тех кто являет бога на этой земле оно будет ну действительно заметно оно и сейчас также действует но не не в той полной мере который призывает нас бог понимаете то есть когда мы как христиане мы позволяем богу являть всю свою полноту через нас как через церковь да каждый из нас то это становится более явным и заметным для окружающих настолько что человек понимает разницу с нами и без нас с нами и без нас да потому что бог намного величественнее могущественнее и сильнее всего что человек придумал и открыл потому что все что он придумал и открыл все это принадлежит богу изначально который это создал будь то медицина там или какие-то химические элементы формулы и законы и так далее вот и поэтому мы потихоньку мы приближаемся к этому моменту и бог он как говорит библия он не он долго терпит нас да он долго долго терпит чтобы все спаслись пришли к познанию к истине он не затягивает этот момент почему нет времени когда будет второе пришествие когда все это будет почему иисус сказал что не 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 в вашей власти знать времена и сроки и не в моей и не в чьей только бог отец знает почему да потому что это взаимосвязано с церковью напрямую когда наста наста настанет момент и все все произойдет потому что церковь должна достигнуть этого можно сказать апогея да что когда это будет возможным и тут взаимосвязь есть прямая взаимосвязь не так что бог живет отдельно от церковь отдельно да нет но написано что мы на самом деле не будем удивленными что а вдруг иисус пришел да не вообще как бы церковь она как невеста воскликнет приди и он придет мы вообще по сути мы будем знать да не верующий человек он нет от него все закрыто все ничего не понятно но но церковь на самом деле она она ожидает и она будет знать близость близ близость вот эту а это будет ясно для духовного человека не будет сокрыто это не будет ну как бы внезапным а вдруг раз и что-то произошло да поэтому мы входим в это как бы поэтапно и будет то что будет свое время но верующие люди да те кто приняли иисуса христа в свою жизнь они не будут с открытыми ртами от удивления как бы как так а я и не не понимал не ждал на самом деле мы ожидаем и ну и знаем чего ожидаем и приближение это мы тоже ясно будем осознавать и когда максим начинал собрание он начал с одного стиха я у меня здесь листочку вот здесь вот лежал и он использовал эту библию я думаю что он подсматривал он его открыл как бы и на и прочитал через написано потому что это стих в ефесянам 2 глава это как раз то чего я собрался начать и скорее всего он подсмотрел шучу потому что на самом деле мы никогда не договариваемся о чем будем говорить но я верю что это слово которое бог нам сегодня хочет оставить потому что что-то он хочет сказать каждому через это значит потому что максим начал с этого момента и вся но вторая глава и я собственно с этого же тоже начинаю все что я сказал до этого это было просто вступлением на это я размышлял пока макс говорил там вот и просто продолжили продолжил эти мысли и а то о чем я хочу говорить сегодня это благодать и вера то есть благодать и вера вместе потому что моя история вот с которой я тоже начал я хотел у бога получить что-то взамен да ну как бы торгуясь с ним ты мне сделай вот это да и многие же люди так ну господи помоги там что-то не посадили а я тебе потом буду себя хорошо вести как бы да и и как бы вот так вот торгуемся с богом но это на самом деле неверно и бывает что бог он отвечает на самом деле на такие молитвы но он отвечает не потому что ты ему что-то пообещал а просто показать тебе ну во первых что он живой бог да и во вторых что он любит тебя и он слышит тебя и ему как бы вот твои обещания они не являются для него причиной почему потому что у него желание помочь тебе больше чем у тебя самого вот поэтому в этом есть большая разница и это называется благодать да и благодать и вера они должны действовать вместе потому что в мире присутствует две крайности если их не объединить то по отдельности они убивают человека благодать по отдельности она убивает убивает человека просто вера по отдельности без благодати тоже убивает потому что когда есть одна только благодать То человек может жить таким образом Что все зависит от Бога Бог уже все сделал Мне ничего не нужно сделать Все уже сделано И все у Бога под контролем И поэтому какой смысл вообще двигаться Буду сидеть на диване Лопать чипсы и смотреть телек И все, больше мне ничего не надо Другая крайность это вера Что все зависит от меня От того, как я действую От того, как моя вера без дел мертва Правильно? Как я делаю От того, как я двигаюсь От того, насколько упорно я служу И как бы, то есть, если я пообещал Строить храмы после того, как мне Бог что-то дал взамен То я должен это сделать Иначе Бог дальше не благоволит ко мне А наоборот накажет И если там случилось что-то в моей жизни А это потому, что я не сделал то-то И Бог меня наказал за это И вот теперь вот так вот Такую кашу мы придумываем, как люди Столько ситуаций в мире И вот особенно те люди, которые Носят деньги в храм и ставят свечки Ожидают что-то от Бога Взамен даже получают иногда Такие толстые макароны Я в новостях смотрел Бабушка пошла в храм, там купила свечки Принесла домой, у нее плохое зрение А у нее вместо свечек такие макароны Просто Вот, она пошла обратно туда И там, ну как бы, как меня обманули Они дали комментарий, что Ну бабушка ввиду своего возраста Что-то путает Ну я как бы больше склоняюсь, что Бабушка ничего не перепутала Потому что Такое может быть вполне И когда мы двигаемся только в отношении веры То постепенно это превращается В законничество И тогда тут важны только наши дела Но так не должно быть Не должно быть крайности И крайности, да И Бог предусмотрел, что это работает все вместе Поэтому вот в Ефесянам во второй главе В восьмом стихе Ибо благодатью вы спасены через веру И это не от вас Божий дар Да, благодатью через веру Благодать через веру То есть Бог, он всегда Он дает определенный баланс И это работает тоже как баланс Мы должны понять, что Это работает в нашей жизни Тоже как баланс То есть если мы прибегаем только к одной части Это перестает работать Это нам только вредит К другой части то же самое Это только вредит Но когда это работает в балансе Когда мы обращаемся И двигаемся в своей жизни Как вот в таком балансе Тогда это приносит очень хороший плод То что Бог обещал Он делает Потому что мы соответствуем Его видению Тому как Он задумал Понимаете И это очень важно Потому что Здесь говорится, что Это не от вас Божий дар И суть в чем Что благодать Это то, что принадлежит Богу Это то, что Исходит от Бога На сто процентов То есть мы Никак не можем это Получить Заработать Своим поведением Своим движением Своими обещаниями Своим Примером И чем бы то ни было То есть благодать Это Подарок Который человек Не заслужил И это написано Не нам принадлежит Но Также здесь написано Что Ну Вера Вера Которая по сути Относится Вот Уже к нам Да К нашему ответу На эту благодать Но тем не менее Будет справедливым Сказать Что эта вера Тоже не от нас Потому что здесь Говорится Что Ибо благодать И вы спасены Через веру И это не от вас Божий дар Бог дает Это то и другое Это все от Бога Мы получаем Потому что мы должны Посмотреть На то Кто является источником Нашей веры Да Потому что Если мы Опираемся Только на веру Без благодати На какие-то дела Мы начинаем верить В свою веру Да И тогда мы Ну Остаемся на На главном месте В центральном месте Остаемся мы Да Почему Потому что Источником нашей веры Является Наши дела И мы уже Основываем Нашу веру На На том Что мы делаем И получается Что мы верим В нашу веру Да Если как бы И Ну И не работает Это Приходит Однажды Понимание Что что-то не так Я делаю Но здесь говорится Что источником Тоже является Бог Поэтому Нужно посмотреть А в нашей жизни А кто вообще Является источником Веры Да В нашей жизни Не только благодать С благодатью Все ясно Тут как бы Ты не можешь Являться источником Благодать Но с верой Можно перепутать Да И если Это Не Божья вера Потому что В Библии Так ясно и говорится Что имейте Веру Божью Божью веру Да То Это тоже Работать не будет И То что на самом деле Убивает Божью веру В нашей жизни Это учение О суверенности Бога Да О том что Бог Всегда И все Контролирует Вот Это Такое учение Когда Все что не происходит Происходит по воле Божией Если бы Бог захотел Он бы сделал по другому Если бы Богу было угодно Он бы этого не допустил Но На самом деле Это не так Потому что Получается Что в этом случае И Дьявол является Слугой Бога Но это далеко не так Он Не является Его слугой Он вообще не делает То что Бог хочет И Это Совсем другая сторона Которая хочет Все испортить И тут Бог ему вообще Как бы не позволяет Все это делать Дьявол берет И сам делает И сам разрушает Жизни Не потому что Бог ему это Позволяет А просто потому что Он противостоит Богу Потому что Он борется Против Бога И заметьте Как он это делает Он это делает Не своей силой Властью А властью Данной нам Как людям Он обманывает Человека И с помощью Власти Которой Бог Дал человеку С помощью этой власти Через людей Он Разрушает Творение Бога И он Он противостоит Богу И Бог Естественно Он Все самое плохое Может обратить В хорошее Потому что У дьявола Нет такой способности Как у Бога Он Не может Предвидеть Мудрость Божию Потому что Когда Он Убил Иисуса Он думал Что он победил Но прошло Несколько дней И сначала Один воскрес Потом Все эти Двенадцать Ободрились Да Одиннадцать Потом Их Появилось Еще пять тысяч Да И у него Это Наверное Прединфарктное Состояние было Потому что За один день Пять тысяч Обращенных Да И Наверное Он решил Если так будет Продолжаться То все Плохо Кончится Поэтому Начал Предпринимать Какие-то Действия И Это не было В плане Бога И Бог Он Предусмотрел Что-то Да Для каждого Человека Потому что Написано Что раньше Чем мы родились Он уже Приготовил Нам что-то Но Эта воля Она Автоматически Не Не происходит Ну Понимаете Как бы И Здесь У людей Встает Вопрос Почему Там Войны А где Был Бог А почему С этим Хорошим Человеком Случилось Так Или С этим Хорошим Человеком Случилось Так Где же Был Бог Был Бог Почему Бог Если Бог Есть Почему Он Это Не Контролирует А потому Что Он Не Контролирует Все Просто Непонятно Откуда Такое Понимание Что Он Все Контролирует И Все Держит Под Своим Контролем И Все Что Не Происходит Все Это Находится В воле Бога И Он Это Допустил Значит Бог Так Хотел Да Не Хотел Он Многих вещей Очень Очень Многих Вещей Не Хотел Потому Что Это Учение Никогда Не Доводит До Логического Конца Получается Что Все Тираны Которые Были Включая Гитлера Это По Воле Божьей Было То Если Доводить До Конца То 6 Миллионов Евреев И Все Остальные Это Бог Их Убил Да Получается Так Но Бог Не Такой Он Не Убивает Он Жизнь Несет Понимаете И Поэтому Вот Это Учение О Суверенности Бога Убивает Веру Почему Потому Что Бог Все Может Бог Все Знает Бог Все Делает Он Все Приготовил И Он Все Творит И Он Ведет И Тогда Люди Сидят И ожидают Второго Пришествия Когда Бог Это Сотворит Да Не Произойдет Это Без Церкви Церковь Она Будет Соучастником Происходящего Не Произойдет Это Само Собой Почему Потому Что Это Совокупность Взаимодействия Между Человеком И Богом И То Что Мы Слышали Например На Прошлом Собрании Когда Максим Говорил Вот Во время Молитвы Да Что Есть Вот Такое Вот Видение Что Вот Наступает Полнота Люди Пошли И Так Осталось А Эти Так И Голодали А Потом Говорил Игорь Дальше И Была Такая Вещь Что Для Слуги Для Сотника Ему Было Достаточно Слов Он Поверил Слов И Это Произошло То То Получается И Он Говорил О Что Действовать Нужно На Основании Слова Но Действовать Нужно Поэтому Вот Это Взаимодействие Благодати И Вера Оно Необходимо То Если Нет Этого Взаимодействия То Никакого Движения Не Будет И Бог Терпеливо Ожидает Откровение Сынов Божьих Поэтому Когда Мы Получаем Какое-то Обетование Или Пророческое Слово И Говорится Что Вот Так Будет Очень Быстро Наступит Полнота Да Очень Быстро Наступит Рост То Оно Может Еще Пару Тысяч Лет Пройти Пока Это Наступит Почему Если Мы Будем Сидеть На Диване И Лопать Чипсы И Ничего Не Делают Для Этого То Нам Нужно Сделать Определенный Шаг Совместно С Благодатью Которую Бог Нас Обеспечил И Тогда Это Работает Тогда Это Приносит Плод Тогда Уже Что-то Меняется Что-то Двигается А Вот Это Учение О Суверенности Бога Оно Наоборот Заставляет Человек Сидеть На Диване Принимать Все С Грустным Сердцем Происходящее Все Плохое Что в Твоей Жизни И думать Что Бог Все Контролирует Бог Так Позволил Значит Так Есть Не Приходило В голову Что Это Дьявол Может Против Тебя Поступать Жить Действовать И Совершать И Как Борьба Определенная Существует Духовная Война Она В действии Сейчас Находится Вот И Тут собственно Говоря Движение Постоянное Происходит Вот Поэтому Вот это Учение О суверенности Бога Что Бог Все контролирует Оно просто Убивает Веру И С другой Стороны Вера Вера Которую Мы имеем От Бога Она Не двигает Богом Да Потому что Есть Другое Понимание Что Если Я имею Веру Я буду Стоять В вере Я буду Непоколебимым Я буду Делать Я буду Совершать И Тогда Произойдет То Что должно Произойти Это Это Тоже Не Работает Почему Потому что Если В этом Нет Благодати Тогда Это Тоже Не Сработает Это Будет Просто Ну Твое Какое То Усилие Твое Какое То Упорство И Ну Мы Просто Окажемся Вот В таком Вакууме Да И Пройдут Десятилетия Когда мы Стоим На На этом Положении Но В итоге Очень Мало Увидим Результата И Вера Она Не Двигает Богом Да Потому что Бог Он Не Застрял Нигде Чтобы Его Двигать Вера Она Отвечает На То Что Бог Уже Сделал То Есть Благодать Это То Что Бог Уже Сделал Он Уже Это Сотворил Это Уже Произошло А Вера Она Берет То Что Дано То Что Уже Сделано А не Так Что У меня Есть Вера И я Буду Двигать Эти Горы Я Буду Двигать Эти Все Двигать Потому Что У меня Есть Вера Я Буду Стоять В Вере Но Если В Этому Нет Благодати То Ничего Ты Не Сдвинешь А Очень Легко Сдвинется То Что Бог Уже Сделал По Своей Благодати И Это Гораздо Эффективнее Работает Вот И Простой Пример Это Исход Когда Люди Должны Были Уйти Из Пустыни Войти В землю Обетованную Им Что Было Сказано Идите Эта Земля Для Вас Да Они Что Должны Были Сделать Они Были Должны Ну Зайти Как Бы Сказать Быстро Все Отсюда Мы Здесь Будем Жить Да Они Пошли Туда Там Гиганты Живут Вот С Которыми Нужно Было Воевать То Есть Получается Что Им Нужно Было Взять То Что Им Принадлежит И Так Бог Сказал Но Он Уже Запланировал Это Он Сказал Это Земля Ваша Вы Можете Прийти И Взять То Что Вам Принадлежит И Народ Испугался То есть Как Были Соглядотай Которые Они Говорили Нет Мы Не Можем Этого Взять Там Очень Большие Проблемы Будут Мы Как Кузнечики В их Глазах Как И И Народ Поколебался И Когда Ну Не Все Мы Знаем Эту Историю Иисус Навин Да Он Другого Мнения Был Но Тогда Бог Сказал Что Вы Все Умрете В пустыне Вот Все Кто Не Верил Все Умрут В пустыне Никто Не Войдет Ваши Дети Войдут А Вы Нет И Тогда Они Поняли Что Что Не То Сделали И Говорят Не Пойдем Пойдем Мы В землю А Моисей Сказал Не Ходите Потому Что Бог Уже Изменил Своё Решение И Уже Как Бесполезно Вы Уже Не Войдете В Нее И Они Основываясь На Том Слове Которое Было На Своей Вере Нет Мы Пойдем И Мы Завоюем Никуда Не Вошли И Ничего Не Завоевали Почему Потому Что Вера Она И Дал Тебе Слово Веры Иди И Забери Это Твое Нужно Идти И брать Потому Что Это Твое Если Бог Потом Сказал Все Тогда Вы В пустыне А Ваши Дети Войдут Да Хоть Ты Хоть Что Сделай Понимаешь Хоть Распровозглашайся Там И Стой На На Обетовании Которое Было Ничего Не Сможешь Ты Взять Эту Землю Почему Потому Что С тем Что Бог Сделал Это В данный Момент Конфликтует Да Он Предназначил Это Но Есть Условия Теперь Только Ваши Дети Войдут И Дети Действительно Вошли И Народы Были Действительно Побеждены И Эта Земля Была Приготовлена И Они Действительно Там Стали Жить По Слову Бога Да Так Как Бог Это Сказал Вот И Марка 11 Глава 24 Стих Вот И Здесь В чем Суть Что Нужно Понимать Этот Принцип Что Сейчас Есть То Что Бог Уже Сделал И У Тебя Есть Вера На То Чтобы Это Взять И Все Остальное Оно Оно Просто Как бы Не в счет Понимаешь Потому что Все остальное Это Ну Ты Как Человек Что Я Вот Не Достой На Этого Я Я Я Просто Грешник Или Я Не Этого Или Дьявол Тебе Говорит Да Ты Вообще Как Что Ты Можешь Получить От Бога В Таком Состоянии Ты Как Бы Не В том Положении Чтобы От Него Что Получить Ты Должен Быть Более Святым Да Более Достойным Чтобы Он Услышал Твой Голос И То Есть Обман От Него Он С разных Сторон Для Разных Людей По Разному Но Истина Заключается В чем Что Вот В данный Момент Сегодня Бог Что-то Сделал По Своей Благодати И Обеспечил Этим Человека Да И Вторая Часть Это Вера Через Которую Мы Получили Получаем То Что Он Обеспечил То Чем Он Нас Обеспечил И Вообще Не Важно Все Остальное Понимаешь То Вообще Не Важно Все Остальное Все Редактируется В процессе Да Бог Он Верный В своем Слове И Он Способен Менять Как бы Вот Внутри Этого Все Остальное Там Что Тебе Мешает Там На этом Пути Там Потому Что Этих Людей В этой Земле Обетованной Нужно Было Завоевать И Победить Как бы И так Далее Но То Что Бог Обеспечил Сегодня В своем Своей Благодати Это Дано Для этого Не нужно Упрашивать Бога О том Чтобы Он Это Дал Это Уже Есть И Марк 11 Глава 24 Здесь Говорится Потому Говорю Вам Все Чего Не Будете Просить В Молитве Верьте Что Получите И Будет Вам И Если Мы Применяем Вот Этот Стих Без Благодати То Вот Это Как раз Вот Это Крайность Да Все Чего Не будете Просить Молитвы Я Могу Сказать Что Все Что Ты Будешь Просить И Это Не Включено В Благодать Бога Сегодня Ты Это Не Получишь Вот Здесь Так И Написано Почему Потому Что Библия Она Состоит Из Этих Двух Частей Из Двух Крайностей Во Многих Вопросах Я Это Наблюдаю Уже Давно Да Что Есть Две Крайние Точки Для Того Чтобы Мы Были Посередине Чтобы Мы Двигались По Центру Но Очень Часто Люди Впадают В Крайность То В Одну То В Другую И Поэтому Есть Несоответствие Есть Неудача Есть Ну Просто Мимо Цели Как Говорится Вот Но Здесь Говорится Все Чего Не Будете Просить В Молитве Верьте Что Получите И Будет Вам И Ты Увидишь Что Не Все Ты Получишь Почему Потому Что Есть Такие Вещи Которые Люди Просят Они Вообще Даже Не То Что Не В Обеспечение Благодатью Божией Они Вообще Против Воли Божией Идут Да Как Особенно Это Относится К тем Людям Которые Не Не Имеют Святого Духа Например Да Но При Этом Что То Просит У Бога Вот К Таким же Людям Тоже К Своим Ученикам Иисус Сказал Что Вы Не Знаете Какого Духа Да Когда Сейчас Мы Огонь Сведем Здесь На Эту Деревню Не Знаете Какого Духа И Когда Человек Он Просто Берет Библию И Здесь Вот Ему Преподносится Вот Таким Образом Что Да Проси В Молитве Все Что Не Попросишь Все Будет Ну Да И И Начинают Просить Как Говорится Да Без Богоматери На дело Мы Не Шли Вот Но Это Не Работает А Потом Следующая Просьба Ну Бог Сделай Так Чтобы Меня Не Посадили И Тогда Храм Строить Буду Да Не Работает Это То То есть Библия Она Дополняет Сама Себя И Она Объясняет Сама Себя И Слово Бога Оно Имеет Полноту И И Евангелие Оно Тоже Полное Поэтому Вот То О чем Здесь Говорится Говорится О том Что Мы Должны Просить На Основании Благодати На Основании Того Что Бог Уже Сделан И В Этому Есть Большая Разница Потому Что Если Мы Начинаем Просить Бога Сделать Что То То Что Еще Не Сделано Бог Сделай Вот Это То Получается Что Мы Пытаемся Двигать Богом Двигать То Что Он Хочет Сделать Но Совсем Другая Разница Когда Мы Понимаем Что Бог Уже Что То Сотворил Что То Сделал Да Уже Это Сделано И Нам Просто Нужно Это Взять Через Веру Это Гораздо Проще И Это Действительно Работает И Это Относится Ко Всему Например К Спасению Да Мы Как Получаем Спасение Мы Не Просим Бог Спаси Нас Когда Мы Человек Обращается Только К Богу Человек Уже Получил Спасение Он Получил Искупление В Иисусе Христе И Вместе С этим Он Получил Все Остальное Весь Пакет Да Я Как Ты Говорил Это Греческое Слово Созу Которое Включает В себя И Спасение И И И Обеспечение И Свободу В жизни Человека То То Что Сделал Иисус На Кресте Он Обеспечил Все Необходимое Для Человека Вот Но Дьявол У него Такая Задача Он Хочет Запутать Человека Обмануть Украсть Убить И Погубить Да И Он Пытается Он Навязывает Он Рассказывает Он Сеет Религию Он Сеет Доктрины Такие Такие Вещи Которые Уводят Человека От Истины И Человек Не Освобождается От Этого Понимаешь И Тогда Создаются Всякого Рода Вот Неправильные Учения Понимания И Человек Следует За ними И Он Не Воспринимает Это Вместе Не Воспринимает То Что Бог Уже Сделал И Не Берет Это Верой В Свою Жизнь А Просит Бога Чтобы Бог Сделал Что Для Него Еще Когда Это Уже Сделано Но Хочет Это Сдел Как То Просит Это Чтобы Бог Сделал Как То По Другому Вот И Как Ну В Одиннадцатой Главе Евреям Там Даже Вот В Современном Переводе Вообще Слово Вера Она В Библии У нас Вот Это Одно Слово Вера Но Если Смотреть Это Слово На Греческом Языке В Разных Местах В Разных Стихах Используется Слово Как Вера Потом Доверие И Верность И Смысл Разный Правильно Разный Смысл Слово Получается А у нас Везде Написано Вера Но По-гречески Так же Как Любовь Да У нас Везде Любовь А по-гречески Любовь Она В разном Смысловом Контексте Она имеет Разное Смысловое Значение И То же Самое Вера То есть Это Либо Верность Либо Вера Либо Доверие Да И Вот Евреям Одиннадцатая Глава Первый Стих Где мы Чаще всего Это Применяется Как Обозначение Что такое Вера Да Мы Это очень Часто Приводит В пример Что Означает Вообще Вера Мы По-гречески Оно Означает Доверие Доверие В чем А как раз Таки Доверие В том Что Бог Уже Сделал Доверие В том Что Бог Уже Сделал И Вот Вот Если Как бы Мы Это Начинаем Понимать Для нас Открываются Очень большие Границы Очень большие Перспективы Да Мы Становимся Ближе Вот к этому Откровению Когда Которого Ожидает Творение Да Что На самом То Деле Бог Уже Сделал И дал Все Необходимое Для того Чтобы Церковь Могла иметь Такую силу И такую Власть Которой Раньше Не было Во-первых Из-за Отсутствия Знания Да И Как Как Следствие Да И если Человек Он Не воспринимает Это Таким Образом Он Просто Пытается Бога Двигать Куда-то Баптисты Иисус Когда Начал Свое Служение Он Вошел В синагогу И он Помните Что Сказал Он Сказал Прочитав Да Он Сказал Дух Божий На Мне Он Он Помазал Меня Открывать Зрение Слепым Да Исцелять Сокрушенных Сердцем Проповедовать Лето Благоприятное Он Помазал Меня Суть В чем В том Что Когда Иисус Говорит Что Дух Божий На Нем То Помазание На Нем Уже Присутствует Тогда Мы Должны Понимать Что Если В нас Дух Божий Находится На Нас Есть Помазание Уже Помазание Во Всем К Чему Мы Предназначены Да Как Помазание Было На Иисусе Христе Так Оно И на Нас Уже Существует Нам Не Нужно Просить Бога Чтобы Он Нас Помазал Мы Уже Помазаны Если Бог Сказал Что Не Оставлю Тебя И Не Покинуть Тебя Это Означает Что Бог Всегда С Нами Нам Не Нужно Просить Бога Чтобы Он Пришел И Был С Нами И Чтобы Он Сопровождал Нас Он Всегда С Нами Нам Нужно Просто Поверить Да Что Значит Поверить Как Здесь Написано Вера Осуществление Ожидаемого Вот Это Слово Вера Оно Здесь В Оригинале Как Доверие Нам Нужно Довериться Богу В том Что Его Помазание Оно На Нас Уже В том Что Его Присутствие Оно Всегда С нами Мы Просто Доверяемся Богу В этом Мы Доверяемся Что Это Так Это Как Непреложный Факт Это Его Благодать Которую Он Обеспечил Если Он Дал Нам Своего Духа Значит Его Помазание Оно На Нас Нам Не Нужно Просить Помазание У Бога Бог Помашь Нас Чтобы Мы Проповедовали Бог Помашь Нас Чтобы Мы Вот Это Сделали Бог Помашь Если Мы Верим То Что Бог Это Уже Сделал То Мы Должны Довериться Богу Что Это Уже Присутствует И Существует В нашей Жизни Это же Касается Всего Остального Всего Остального Что Бог Уже Сделал Если Например Мы Говорим Об исцелении То 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 Самое Да Почему Потому Что Ранами Его Мы Исцелились Исайя Так Говорит Да И Есть Мнение Что Ну Здесь Говорится О Каком Внутреннем Духовном Человеке Там Исцеление Не Происходит Это Автоматически Мы Же Это Видим Что Бог Обеспечил Своей Благодати Исцеление Полное Исцеление Человека Но Не Происходит Это Автоматически Так же Как Люди Автоматически Не Спасаются Несмотря На То Что Иисус Умер За Всех Он Умер За Всех За Грехи Всех Людей Прошлые Настоящие Будущие Но Мы Не Видим Чтобы Человек Автоматически Спасался Не Видим Почему Потому Что Пока Человек Верой Не Примет Эту Благодать Он Не Будет Спасен То же Самое Относится Ко всему Остальному Если Смерть Иисуса На Кресте Если Его Раны Ранами Его Мы Исцелились Означает Что Бог Уже Исцелил Тебя Он Тебе Уже Дал Исцеление То Нужно Просто Его Взять Довериться Богу В этом Так же Как Ты Доверился Ему В спасении И Это То Что Бог Уже Сотворил Есть Огромная Разница Когда Мы Просим Чтобы Бог Это Сделал И Когда Мы Верим Что Бог Это Уже Сделал Для Нас Почему Потому Что Это Как Раз Таки Благодать Это То Что Бог Сотворил И Это Наша Вера Наше Доверие Богу В Том Что Он Уже Сделал И Тогда Мы Получаем Просим Тогда Мы Получаем То Что Бог Уже Сделал Для нас И Это Библейский Принцип Который Работает И Очень Часто Мы Видим Что Когда Мы У Бога Просим Просто Вот Бог Дай Исцеление Вот Этому Человеку И Мы Просим То Что На самом деле Бог Уже Дал И Мы Не Получаем Почему Потому Что Мы Неверно Относимся К Этому Мы Неверно Воспринимаем Происходящее Мы Не Соединяем Благодать С Верой Мы Разъединяем Мы Пытаемся Двигать Богом Бог По Своей Милости Он Все равно Делает Это Если Бог Не Отвечал На Подобные Молитвы То Вообще Все Уже Давно Умерли Если Не Было Врачей Откровений Ответов На Такие Молитвы Не Было Видно Славы Божьей Но Я Верю Что Церковь Двигается К Этому Откровению Вот Полнота Она В этом Что Бог Уже Сделал Уже Обеспечил И то Что Бог Обеспечил Мы Просто Берем И И И Используем Это Мы Просто Берем Это Берем То Что Нам Уже Принадлежит Понимаете Поэтому Сказано Что Идите И Научите Все Народы Люди Должны Быть Научены Я Вот Например Сейчас Это Говорю Для Того Чтобы Мы Получив Это Знание Мы Передали Тем Кто Рядом С Нами Находится Почему Потому Что Это Наша Миссия Наше Служение Оно Заключается В этом Если Не Говорить О Служении На 100 Процентов На Полном Времени Да Как На Полном Обеспечении То Вот Наше Служение Там Где Мы Живем Работаем Передать Эту Весть Передать Весть Что Бог Он Уже Сделал Для Тебя Все Он Тебя Уже Спас На Кресте Он Тебя Уже Помазал Если Ты Имеешь Духа Святого Он Тебя Уже Исцелил И Ты Это Исцеление Можешь Взять Через Веру Через Доверие Богу Основанное На Том Что Это Уже Сделано Да И Я Не Договорил По Поводу Того Что Некоторые Думают Что Это Относится К Какому То Внутреннему Духовному Человеку И Прям Вот Библия Она Объясняет Саму Себя И Я Вот Буквально Два Дня Назад Увидел Этот Момент Матфея Объясняет В девятой Главе Всех Исцелил Всех Кто Болел И Потом Матфей Говорит Да Сбудется Реченное Через Пророка Исаию Что Ранами Его Мы Исцелились Там Он Физически Исцелял Людей И Это Подтверждение Того Что Матфей Подтверждает Что Это Пророчество Исаии Сбылось Это Иисус Сделал А Теперь Иисус Нам Знаете Что Говорит Идите И на Кого Руки Возложите Они Будут Здоровы Знаете В чем Наша Проблема В том Что Мы Когда Возлагаем Руки Мы Мы Просим Бога Бог Исцели Этого Человека Но Бог Его Уже Исцелил Он Уже Обеспечил Это Исцеление Богу Не нужно Просить То Что Он Уже Дал Нужно Просто Взять Это И Передать Почему То Мы Думаем Что Наше Сердце Оно Гораздо Больше Сердца Божьего И Наше Понимание Оно Гораздо Больше Понимания Божьего И Когда Мы Просим За Какого То Человека Чтобы Бог Его Коснулся Чтобы Бог Его Изменил И Мы Упрашиваем Бога Об этом Бог Ну Сделай Это Да Ну И Вы Представьте Как Это Вообще Выглядит Со Стороны Что Мы Просим Бога Сделать То А Бог Сидит Такой Нет Я Не Буду Это Делать Он Еще Не Достой И Как Будто Наше Сердце Оно Такое Большое Такое Любящее И Мы Так Хотим Помочь Этому Человеку Но Бог Почему Нас Не Слышит Он Почему Этого Не Делает Есть Какая Причина Да Бог Больше Тебя Хочет Это Сделать Суть То В Суть В Том Что То О Чем Бы Мы Не Просили У Бог Вот В Этом Отношении Бог Там Соверши Эту Работу В Этих Людях Дай Там Исцеление Этому Человеку У Тебя Такое Огромное Переживание За Это Такое Большое Сердце Такое Большое Желание А у Бога Нет Бог Сидит И он Такой Смотрит На Это Все И надо Разжалобить Его Чтобы Его Сердце Стало Таким Же Большим Как Наше Таким Же Любвеобильным Как Наше Или Это Как бы Со стороны Смотрится Вообще Не Очень Наверное У Бога Намного Больше Нашей Любви Чем У нас Почему Потому что Он Нас Возлюбил Еще Когда мы Были Грешниками Он Сына Своего Отдал Ради Нас У Него Желание Помочь Человеку Он Долго Терпит Всех Для того Чтобы Все Спаслись И пришли К познанию Истины А мы Упрашиваем Бога Бог Ну Сделай Это Ну Сделай Ну Пожалуйста Бог Ну Сделай Это Вы Что Думаете Он Не Хочет Этого Сделать Значит Причина В чем То В другом Не В том Что Не Надо Упрашивать Бога Это Сделать Проблема В чем То В другом Не В этом А В чем Может быть Проблема Нужно Смотреть Ну Во первых Когда мы Просим За кого-то Чтобы Бог Там Кого-то Обратил И так Далее А ты Исполняешь Свою часть Когда Говорится Идите И научите Да И Мы Тут Это Говорили Что Ну Надо Поднимать Нашу Группу Прославления Да Чтобы У нас Были Музыканты Нужно Молиться За это Я считаю Что Мало За это Молиться Почему Потому Что В моем Понимании Нужно Как Бы Идти И Этих Музыкантов Собирать Просто Ну Если Их Нет Да Вон Они В этих Подземных Переходах Поют Надо Им Идти И Проповедовать Краеугольный Камень До сих Пор Эта Группа Есть И Они До сих Пор Как Б Ну Служат Старым Составом А знаете Как Все Было Что Была Церковь Где Не Было Групп Прославления Они Просто Пошли И Вот В эту Консерваторию Где Эти Люди Были В общагу Пришли И Они Просто Им Проповедовали Просто Когда Вот Эта Группа Они Уверовали Да Их Коснулся Бог Они Пришли В эту Церковь И У них Сразу Появились Люди С Музыкальным Образованием Из Консерватории До сих пор Они Этим Служат Богу Понимаете А мы Как часто Ну Бог Сделай То Или Сделай Это И И Исцели Этого Человека Конечно Бог Может Исцелить Этого Человека По Слову То есть Он Может Просто Послать Своё Слово И И Сделать Это Но Это Как Случай С Корнилием Да Но В остальных Случах У Бога Нет Одного Шаблона Да То есть Иисус Когда Исцелял Больного Помазал Брением Глаза Ему Это Не Была Фирменная Фишка Иисуса Да Это Было Исключение Но Он Всех Людей По Разному Исцелял Как То Каким То Образом И Поэтому Наш Ответ На То Что Бог Хочет Сделать Он Заключается В Вере Да То есть Не Не Только В Том Чтобы Совершать Там Какие Ночные Молитвы Там За Каких То Людей А Они Как Сами Там Как То Придут К Богу Например Да Но Я Все Равно Понимаю Что Я Не Говорю Что Тут Нужна Самодеятельность И Тут Нужно Двигать Богом Да Что Бог Вот Мы Пошли И Вот Нет Когда Мы Идем Например И Кому То Проповедуем И Так Далее На Чем Мы Основываем То Что Бог Сделай Бог Сотвори Или На том Что Бог Уже Сделал И Нам Дана Какая Власть На Этой Земле Когда Мы Понимаем Что Бог Уже Сделал То Что Он Сделал Он Искупил Человека Дал Ему Спасение И Он Тебя Послал Он Скал Иди И Научи Все Народы А Еще Если Кто Больной Будет То Возложи На Него Руки Он Исцелится И Вот Если Мы Ставим Свою Жизнь Доверяем Богу На Том Что Он Уже Сделан То Мы Идем Действуем И Это Работает А Если Мы Идем И Говорим Бог Ну Сделай Пожалуйста Чтобы Это Было Ничего Не Работает Потому Что Вера Наша Не Подключилась К Благодати И Она Не Не Действует Совместно С Благодатью Да Потому Что Благодатью Через Веру Наша Вера Основана На То Что Иисус Уже Сделан Он Умер За Грехи Всех Людей И Он Послал Тебя Для Того Чтобы Ты Об Этом Рассказал Если Нужно Бери И И И Уже Сделано Это Как Факт Как Факт Уже Сделано Все Тогда Если Твоя Вера И Твое Доверие Основаны На Этом То Это Будет Работать Если Твоя Вера Основана На Том Что Бог Ну Пожалуйста Сделай Что Не Будет Работать Римлянам 5 глава 1 стих Итак Оправдавшись Верой Мы Имеем Мир С Богом Через Господа Нашего Иисуса Христа Вот Оправдавшись Верой Мы Имеем Мир С Богом Через Господа Нашего Иисуса Христа И Мир И покой Который Наступает После этого В нашей Жизни Он Становится Как бы Явным И очевидным Почему Потому что Когда Мы думаем Что мы Что-то Не Доделали То что От нас Что-то Зависит Что От нашей Самодеятельности Там Что-то Как бы Мы Не Успели Что-то Не Доделали И так Далее Возникает Определенное Беспокойство Когда ты Веришь Что Бог Уже Все Сделал И тебе Просто Нужно Использовать Свою Веру Для того Чтобы Это Реализовать Приходит Вот тот Самый Мир Который Бог Обещал Израильтянам Да Тот Самый Покой Который Им Обещал Где Евреям Там В третьей В четвертой Главе Описывается Что Не Вошли Потому Что Не Поверили Да И Слово Нерастворенное Верой Оно Не Действует Вот И Тут Вот Вот Этот Принцип Он Остается Самым Главным Чтобы Находиться В этом Мире Пребывать В этом Покое От Бога Нужно Понимать Что Есть То Что Бог Уже Сделал Своей Благодати Да Вот Изначально Когда Он Создавал Даже Землю Например Он 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 Не Создал Сначала Человека Правильно Он Создал Сначала Воздух Воду Землю Растения Представляете Если бы Человек Был Создан Там Первым Он Болтался Там В воде Где-то Да Пока Все остальное Не Произошло Но Все В свое Время Он Сделал И Там Были Только Адам И Ева Двое И Теперь У нас Сколько Живет На земле Семь Миллиардов Или Шесть С половиной Семь Миллиардов Да И Как Вы Думаете Там Появилось Сто Тысяч Еще Там Население Там Двести Тысяч Потом После Адама И Ева И Бог Заголов Схватился И Думает О Как Жих Теперь Кормить Да Им Что Есть Надо Надо Что Думать Не Он Заранее Запланировал То есть Он Вложил Все Нам До сих пор Кислорода Хватает 7 Миллиардов Живут Там Как Адама Ева Только Были Сейчас 7 Миллиардов Живут И Нам Хватает Кислорода Нам Хватает Всего Для Того Чтобы Наш Уровень Жизни Он Был Обеспеченным То Что Экономика Неправильно Построена Это Второй Вопрос Потому Что Человек Он Без Бога Хочет Все Делать Поэтому Часть Земли Она Просто Голодает Но Ресурсов Хватает На Всех По Факту И То Что Люди Говорят Что Земля Такая Хрупкая Такая Слабенькая Это Просто Оскорбление Бога Да Потому Что Бог Он Знал Что Земля Она Выдержит Это Движение Выдержит И Он Предусмотрел Это Раньше Чем Это Произошло И Мы Сегодня Все Это Имеем И Мы Не Встаем Утром И Бог Не Встает Вместе С Нами И Думает Что Теперь Нужно Думать Что Опять Потому Что Они Размножаются И Как Не Все Обеспечено Настолько Насколько Это Нужно И Будет Обеспечено Если И Мы Способны Пересмотреть И по Ному Как Ресурсами Управлять Но Это Заложено Было Шесть Тысяч Лет Назад Когда Земля Была Создана Понимаете И Написано Что Бог Он Успокоился От дел Своих Вот Он Этот Покой Успокоился Все Завершенное Творение Является Завершенным Успокоился Это Вот Смысл Этого Когда Художник Рисует Картину И Вот Она Законченная Все Он Успокоился До Этого Момента Он Не Можете Найти Место Они Там Раньше Картина Знаете По Тридц Лет Рисовались И Вот Он Он Тридцать Лет Живет И Он Не Может Успокоиться Потому Что Она Незаконченная Вот Вы Были В Картины Галереи В Москве Например Видели Эти Картины Вот Люди Рисовали Их Там Пять Тридцать Лет Там Я Не Знаю И Вот Он Живет Каждый День Подходит На нее Смотрит Подойдет Там Черкнет Короче И Опять Отойдет И опять Полдня Стоит На нее Смотрит И Не Может Успокоиться Но Когда Картина Закончена Макс Тоже Рисует Картины Он Раз Нарисовал И Успокоился Почему Потому Что Все Если Сделать Еще Что То Уже Будет Испорчено То Как Бы Не Будет Движения Больше То Что Бог Сотворил Он Уже Сотворил И Он Не Будет Дальше Это Двигать Почему Потому Потому Что Закончено Законченное Творение Физический Мир Он Вот Он Он Сделан И Даже То Что Нам Библия Описывает Дальше Какие События И Все Закончится Хорошо Это Уже Все Предусмотрено Просто Произойдет В свое Время Понимаете И Поэтому Вот Этот Принцип Основанный На Том Что Бог Уже Все Сделал Он Уже Все Сделал Он Сделал То Что Уже Сделан И Другую В какую Ту Сторон Мы Его Утащить Не Сможем Поэтому Нам Нужно Изучать И Смотреть Что Же Бог Сделал Такого На чем Мы Можем Основывать Нашу Веру Потому Что Что Касается Духовного Мира И Духовной Жизни Все Ровно Так же Вот Пример С физическим Миром С Духовным Все Ровно Так же Потому Что Когда Сказал Свершилось И Вот Здесь Когда В Евреям Там В четвертой Главе Рассказывается Говорится О покое Нам Говорится О покое О том Что Мы Можем Войти В покой Мы Входим В покой Когда Мы Понимаем Что Бог Уже Все Сделал Необходимое Для нас Понимаете И В этом Начинаем Жить А не Так Что Мы Просто Выламываем Выкручиваем Ему Руки Своей Верой Провозглашаем И стоим Как бы До конца На этом Стихе Все Что Не Попросите Просите Все Будет Дано Вам Но Сторону Благодати Просто Убрали То Что Бог Уже Совершил На самом деле Бог Совершил Гораздо Больше Чем Мы Понимаем Потому Что Мы То Думаем Что Исцеление Нужно Просить А Бог Его Уже Обеспечил Уже Сделан Да Это Как пример Мы Думаем Что Обеспечение Нашей Жизни Как Детей Божьих Нам Нужно Просить Чтобы Бог Нам Это Дал А Бог Его Уже Обеспечил Он Уже Обеспечил Нас Всем Необходим Написано Что Мы Благословлены Всяким Благословением В небесах Уже Все Есть У нас Но Если Мы Эту Благодать С Верой Не Соединяем Мы Не Получаем Не Получаем Не Входим В Покой И Я Думаю Что На этом Мы Как Бы Остановимся Потому Что Этого Достаточно Я Еще Хотел Сказать О Божьей Любви О Божьей Любви Что Она Безусловна Но Надеюсь Что Мы И Так Это Понимаем Ну Те Кто Не Понимают Потом Поговорим Об этом Что Божья Любовь Она Безусловна Как бы Она Основана На том же Самом Принципе А не Так Что Когда Мы Грешнику Человеку Грешному Говорим Вот Обратись К Богу И Бог Он Услышит Тебя И Даст Тебе Спасение Человек Получает Это В свою Жизнь А Потом В церкви Когда он Является Верующим И совершил Какой Неправильный Поступок И Например Да И уже Этот принцип Не действует Почему То есть Получается Что Как бы Для Грешников Бог Одно Решение Принял А для Верующих Бог Другое Принял Да То есть Тоже Есть такая Путаница И Это тоже Не совсем Правильно Когда Верующий Человек Он уже Должен Исполнять Закон Для того Чтобы Бог Его Слышал Вот И Взаимоотношения С Богом Остаются Всегда И они Тоже Основаны На том Что Сделал Иисус Это Непреложный Факт Это Любовь Божия Которая Она Всегда Действует То есть Да То есть Мы Ну Как Нам Нужно Посмотреть На то Что Бог Обеспечил Уже Вот Как В физическом Мире Вот Тот же Самый Принцип В Духовном Мире По Своей Благодати То Что Уже Есть И Вот Отнестись К этому Принять Это В свою Жизнь Верой Верой В смысле Доверием Что Так Оно И Есть Это Есть И Действует И Просто Жить Этим Начинать Жить Этим И Тогда Это Начинает Оживать Тогда Это Начинает Приносить Свой Плод В Жизни Верующего Человека А пока Мы Просим Бога О чем То И Не Верим В То Что Он Это Уже Сделал Ну Можем Иногда И 20 Лет Просить Я знаю Такие Примеры Ничего Не Происходит 20 Человек 20 лет Человек Может Топтаться На одном Месте И Топчется И Вот До Сих пор Топчется Недавно Я столкнулся С таким Примером И Я Это Вижу Что 20 Лет 20 Лет И На Одном Том Том Месте И Провозглашают Одно И Тоже И Ожидают Одного И Того Жек И Ничего Не Происходит И Уже Думаешь Сколько Можно Он Продолжает Почему Потому Что Нельзя Бога Взять И Тащить Туда Куда Тебе Нужно Просто Взять И Принять То Что Тебе Уже Дано А Дано Так Много Что Мы Иногда Просим То Тоже Самое Что Нам Уже Давно Но Не Работает Потому Что Мы Просим А Не Берем Потому Что Мы Как Б Неправильно Относимся К Происходящему И Все Только В Этому Проблем И Все И Поэтому Не Работает Поэтому Спасибо Богу За Его Слово Спасибо Богу За Все Что Он Нам Даровал